Эколого-просветительская акция «Выпусти рыбку» в начале июня прокатилась по Черноморскому побережью Краснодарского края. Стартовала в Сочи, продолжилась в Геленджике и финишировала в Анапе. На территории семейного курорта Alliant Family Resort Spadaville дети отдыхали и одновременно знакомились с обитателями истории Черного моря, разбирались, что ему угрожает и как ему помочь. От экологического состояния нашего моря, нашей природы зависит, в общем-то, и привлекательность наших курортов. Поэтому, скорее, это в рамках нашей экологической политики появилась такая идея провести мероприятие экологическое, внести вклад в экологию Черного моря и провести именно серию просветительских мероприятий для того, чтобы вовлечь детей. У нас очень большая аудитория гостей, очень большая аудитория лояльных гостей. И мы понимаем, что наши гости, ну, в общем, разделяют тоже наши ценности и от того, насколько правильно и насколько корректно мы донесем эту информацию до детей наших гостей, да, будет, в общем-то, в будущем зависеть и состояние нашего моря. Занятия проходят в виде интерактивной игры. Эко-урок ведет Анна Ашмарова, настоящий исследователь морей, ученый, путешественник и ехтсмен одновременно. Она на понятном языке говорит с детьми о проблемах Черного моря, о его подводных жителях и новых открытиях. А при помощи наглядных опытов ребята узнают, почему те или иные явления происходят именно так, например, почему пластик в море скапливается в мусорные острова. В центральной части Черного моря есть два круговорота, вот они здесь обозначены. Это круговороты и воды, и ветра. Мы взяли реальные научные факты, самое актуальное, что есть у нас сейчас в науке по поводу экологии Черного моря. Можно сказать, так сказать, упаковали, да, в игры, квесты, акцию, то есть, чтобы дети приняли участие, потому что, когда они делают что-то своими ручками, у них остается ощущение, что они были причастны, да, то есть, они чувствуются частью уже вот этого движения, сохранения Черного моря. В завершении экологического урока ребята с удовольствием в морском стиле раскрасили холщовые эко-сумки, чтобы забрать их с собой, как сувениры, и отказаться от губительного для нашей планеты полиэтилена. Черное море заблизать нельзя, потому что рыбы отравляются не той едой, которой они питаются. Они ее не любят, и они могут умилеть от нее. После эко-урока мальчишек и девчонок, а также их родителей ждал квест «Помоги Черному морю». Чтобы его пройти, команды юных натуралистов должны были не только правильно найти черноморские города, которые временно расположились на территории отеля, но и ответить на сложные вопросы. Все участники акции удостоились звания «Хранители Черного моря», а победители стали главными хранителями. Недалеко от Анапы, в свободное плавание по реке Кубань, гости Анапы выпустили стерлядку и мальков русского осетра. В Сочи и Геленджике, в горные реки Мзымту и Мезыпь Черноморского лосося, в общей сложности, в реки, впадающие в Черное море, за три дня отдыхающими сети курортов «Алиан Фэмили» было выпущено около трех тысяч мальков. Итог акции «Выпусти рыбку» инициаторы и организаторы подвели на пресс-конференции, где постановили, что эколого-просветительское направление не только полезно, но еще и интересно для отдыхающих. Так что продолжение следует в будущем году. Эта акция проводилась с нами впервые в сети отелей. В будущем мы, конечно, хотели с помощью общественности, привлекая наши, так сказать, органы самоуправления городов, эту акцию проводить масштабнее, более так, интереснее. Вон большой-большой! Я все время, маленький. Руслан Душевский, Анапа, регион.